Я как-то больше привыкла в узких кругах быть известной. Было первоначально тяжело, когда ты с кроссовок встала на 11-сантиметровые каблуки. Ходить как будто по одной доске. Все девочки должны быть умными, но они еще должны быть красивыми. Умные, красивые, да еще и очень терпеливые. Этого выхода на сцену участницы Baby Model ждали два года. Именно столько прошло со старта проекта до сегодняшнего вечера. Детки, конечно, готовились весь учебный год, очень волновались. Не просто все было, то нам разрешали заниматься, то не разрешали. Но, тем не менее, большое желание поучаствовать в проекте у девочек осталось. За два года они выросли. Я очень рада, что все-таки конкурс состоялся, потому что очень переживала за детей, которые хотят выступить. Baby Model, он ограничивает по возрасту участниц. Нельзя уже, скажем, 17 лет поучаствовать в Baby Model. По возрасту нужно переходить во взрослый проект, в супермодели, в модельный бизнес. Но многие девочки не вырастают, и мы уже их не можем взять. Попасть в модельный бизнес – не главная цель участниц. Большинство из девчонок об этом даже и не думают. Просто изучать моду, выступать на публике, примерять на себя различные образы и все то, что происходит во время подготовки – это очень увлекательно. Я выбрала модельное искусство именно потому, что им очень интересно заниматься. Кстати, когда я была в маленькой группе и годик в средний, то тогда у нас даже дефиле было. Мне оно очень нравилось. Я увидела, что такое модель, мне очень понравилось. Я увидела, что они рекламируют одежду, я тоже так захотела. У меня вообще старшая сестра, модель, я тоже решила пойти по ее стопам, так скажем. И меня это вообще просто интересует. Вместе с моделями на этой сцене ученицы хореографической студии. Для них участие в шоу – это своего рода отчетный концерт, подведение итогов учебного года. Что же касается программы подготовки модели, то она, кстати, тоже включает занятия танцами. Мы иногда занимаемся танцами, у нас очень классная растяжка бывает. Мне нравится на фотосессиях, мне говорят, как делать, но я пытаюсь там что-то сама добавить. Люди танцев мне нравятся современные, больше хип-хоп и контент. Модельный шаг, подиум, модельная походка. Макияж и пойдем на шаг. С тех пор, как российские дизайнеры стали конкурентоспособными, а некоторые даже и успешными, работа моделей, в том числе и детей, стала очень востребованной. Ведь представлять модную одежду должны профессионалы, которые умеют это делать правильно. Ну, нужно, конечно, держать спину, двигать руками, ходить как будто по одной доске. И, конечно, держать голову, ну, смотреть высоко. Главное фигура, мне кажется, параметры, желание участвовать где-то, появляться на подиумах и вообще в интернете везде. Прямо держать спину, всегда улыбаться на показах и дарить взгляд зрителю. Для детей я считаю то, что улыбаться и вот это самое главное, ну, прямая спина, естественно. Поскольку Бэби-модель – это конкурс, здесь обязательно есть жюри. И она тоже подходит к своей работе профессионально, выбирая из хорошеньких, обаятельных и таких непосредственных участниц самых уверенных и артистичных. В жюри всегда сложно работать, потому что мнения расходятся. Нет каких-то критериев, таких, знаете, международных, которые можно было оценивать. Поэтому все это зависит от вот этой конкретной минуты, когда девочка вышла на сцену. Они уже устали, потому что весь день репетировали, макияж, прически. И не каждый просто с усталостью может смириться, не каждый может вынести так, как бы хотелось зрителей, да, потому что стесняются еще многие. Но, тем не менее, шоу получилось, и они обрели такой сценический опыт, они попробовали себя в роли модели, и надеюсь, что все это им в жизни пригодится. Что же касается выбора Beauty Time, то мы так и не смогли понять, кто же в группе самый-самый. А потому еще раз показываем всех юных красавиц, которых увидели в финале конкурса Бэби-модель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!